Продолжим. Продолжение следует. Северный садоводом моё почтение, пишет Глеб Новосибирск. Он тоже моё почтение. Лоббасов Леонид. Всем добрый вечер. Валерий Костырьевич, приваливай на сеансе Серафима, Абрикоса, Академия, Телекоролевская. Нет, не привал. Только на Аманжурсов. Для Серафима не прививал. Если приваливай, какой результат? Не прививал. Бухтия Рассим, Примест Казахстана. Валерий Костырьевич, у меня в этом году на всех сеансах от 1 до 4-х лет очень мелкие листья. Ух ты. В корневочеке целая глубина посадки в сантиметрах полтора. Посажено на холмы. Может, это от дотяжной весенней засухи. На сеансе Амуры лично стали вены. Да, дотяжная весенний запах. У меня такая же картина. Вот. Сергей Александрович, здравствуйте. Сергей Кузнецов. Подскажите, пожалуйста, невзошедшие косточки абрикоса можно опять убрать в холодильник? В сухом виде на следующий год или пусть будут посажены. Дело в том, что мой опыт ограничен. Я просто оставлял на грядках. И довольно часто на следующий год сходили. А вот если их выкопать, убрать в холодильник, ну, то есть в сухом виде, что значит? Значит, наверное, помыть, высушить и ждать следующего года. Возможно, это нормально. А может, нет. Но у меня такого опыта нет. Михаил, привет. Вот. Всем доброго времени суток, пишет муза. В районе садовода подскажите новичку. Ура, новичок. появился. Есть эффективное и нейтральное средство борьбы с долгоносиком. Грудь, все. Посажено, все пожелезно, но все равно, конечно, деревьями тяжело. Ветра, мокрая, холодная весна, Владимирская улица. Так. Средство с долгоносиком. Так, так, так. Вы знаете, когда-то у меня опыт ограниченный, но когда-то я начинал, как все, начали интавир, потом покрепче, потом добрался я до каратэ. Я запомнил именно из-за того, что название каратэ, оно такое, легко запоминающее, даже где-то зловещее. Вот. Оно помогало от всего, как бы. Все-таки питомник есть питомник. Тут уже не станешь это, нос задирать, иначе останешься без денег. Значит, питомник я всю жизнь опрыскивал. Не всего, только яблони и сливы, линклоды, только их, больше ничего. Но даже этого хватало, чтобы понять, что подвернулось, каратэ, средство. Ну, помню, что-то там, ампула на... Причем мне нравится им на ампула. Ампула то ли на 5 литров, то ли на 10. Вот. Все, все с металла. Не только плю. Вот. Ну, это мой опыт ограниченный. Запомнил, каратэ, а потом оно исчезло у нас, в продаже. А может оно есть, а может его можно выписать по интернету. Вот. И я уверен, что до воносика бы она била бы 100%. Но больше я не знаю. Дальше обращайтесь к другим, к интернету. Наталья. Муза от долгоносика. 3 грамма ванилина. Растворить в спирте или в солициловой кислоте. В воде плохо растворяется. Здесь плюс, здесь от воды. Прискочили 7 дней. Вот. Я всегда, когда кто-то дает советы, у меня был случай, когда мне что-то посоветовали. Вот. И что-то я купил. Я опрыскал, у меня опыт такой, то есть, я все-таки осторожный по натуре. Я опрыскал всего одно дерево, приготовил все вот так же. Что-то растворил, что-то приготовил, опрыскал. И это дерево, небольшое дерево, не самое ценное, просто сбросило листья. То есть, я понял, что меня подставили. тот, кто давал этот совет. Хотя, я не помню, чем я пришла. С тех пор, я когда начал учить других, вот тоже музе скажу, пожалуйста, будьте добры, сделайте так. Если вы, прежде, про одно дерево идет, вы возьмите, для первого раза, прескайте одну ветку, подождите несколько дней. Правда, за это время долгоносик его может докушать, ваше дерево. Вот. И только, если вы уверены до конца, уже на второй, третий день, понятно, не уничтожит ли вместе с долгоносиком еще и листья. Поняли меня, да? А там уже действуйте дальше. Галина, добрый день. У моих молодых абрикосов в сердце появились засыхающие концы ветки. Здравствуйте. Деревья на холмах, ни одна ветка не обрезала. Беларусь. Похожая манилиальная жопка или камикос. Валерий Константинович, участник вебинара, можно ли справиться без обрезания веток и химии? Ветки не спешите обрезать. Для этого существует весна. Ранее весна, остальное время никогда не режьте. Даже если торчат голые. Это раз. Манилиальная жопка или камикос не при чем. Вот. Надо раскопать для начала корневую шейку, посмотреть. сантиметр стоит прикопать его глубже, чем корневая шейка. То есть, выше вот на столичке. Вот на столичке выше корневой шейки будет уровень почвы и все. Потом вы увидите как. Дело в том, что есть два принципиальных вещи. Первое. Отсыхает, как у вас в верхушке. Одни причины. Другое. Отсыхает нижняя веска, а верхняя нормально продрогает революция. Пройдем по другие причины. Ваш случай говорит о том, что до этих кончиков веток не достает влага. Ну, влага, кровь, можно сказать, можно сказать, сок. Не достает. Вот. Потом еще. Мне бы желательно от вас получить Галина. Мне бы от вас желательно получить фотографии. Вот это желание иметь штамп приводит к тому. У меня еще время осталось. Да, еще 20 минут. Здесь. Я, может быть, ниже покажу. Ой, нет, это в другом месте. Не имею права. Там телефоны, там все. Вот. Не имею права. Я уже сюда выскочил. Я туда выскочил. А, вот. Вот он, времена. Вот. То есть, надо видеть дерево целиком. Вот помните, как я действительно показывал вот эту самую. Ну, например, это. Видите? Вот это вот болезнь такая. Манили, о, сраньевесная происходить, обрезать, наблюдать. Я говорю, не спешите. Опять, Наталья, та самая. Заклятый мой друг. Маниальный ожог, все тоже. А на самом-то деле, причины вот несколько. Вот посмотрите. Вроде бы, все нормально, а все нормально вот это. Вот. Наобтыкало этих самых железяк, для того, чтобы корни замерзли. Вот уже причины. Побелила, а дерево нужна ваша побелка? Даром не нужна. А если вот здесь корневая шейка прикопана? А посмотрите внимательно. Видите, как я обычно рассуждаю. Вот то, что совету давать, вот, если просто совет, тут же будет маниальный ожог, и будет тут же камеокос или манилиоз. Другого не услышите. А посмотрите, человек взял и скалечил дерево. Согласны? А если вот он в июне, в июле? На следующий год все, прощай. А вот этого никто не понимает. А вот это, ну, черта здесь нужна. А под побелкой, видите, пошли вот эти побеги? Здесь полтора метра пустоты. Как на эти полтора метра лишних будет подниматься влага? Как? А кто накормит корни? Вот уже через побелку, оно еще пытается спастись, вот эта часть убрала, уже, считайте, умерла. То есть, вот тут надо обрезать уже. Вот тут, да? А вот с этой части хорошо, если вот эта часть выше привыкли. Вот. от побелки отмыли и, пожалуйста, дерево спасено. Ну, какое дерево? Вы знаете, что такое? 10 метров, это целое, это давление, целое, это атмосфера. А здесь 0,15 атмосфера, если это полтора метра. Ну, хоть черт, все эти ветки были уничтожены. Вот. Это, я говорю, общее, ну, как бы, общее, да? Вот. А если говорить уже конкретнее, так? Конкретнее. то, что получается? Вернемся к вашему письму. Вернемся к вашему письму. Похоже, маниальный жоп, или комикоз. Это да, вас так научили. Никакой маниальный жоп, никакой комикоз. Вот. Просто в данный момент я показал реальный пример, а ваш пример я еще не видел. Вот. И пока ничего делать не надо. Просто пришлите мне письмо вместе с фотографиями. тогда крупный план, мелкий план, все. Мы посмотрим, что мы там наделали. Не бывает просто так. Вот берете и вдруг засыхает. Чтобы засыхали ветки вверху, не поступает снизу сок. Это значит, ограничивает проблемы. Причем тут комикоз не поступает сок снизу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok